Дорогие братья и сестры, слава Богу! Сегодня у нас еще одна возможность нам собраться вместе друг с другом, прославить имя Господа, вспомнить о страданиях Христа, вспомнить о победе, которую совершил Он, и сегодня поговорить о том, что касается жизней каждого из нас, о наших отношениях с Богом. Тема сегодняшней проповеди — это наше взаимоотношение с самим Богом. Одно то, что мы должны понять, что Бог, Он хочет воспроизвести свою жизнь в жизни твоей, в жизни моей, и через твою жизнь, и через мою жизнь. Он открылся каждому из нас, и Он хочет иметь близость сегодня с твоей душой и с моей душой. Вы знаете, если сегодня мы спросили бы вопрос, «Какие отношения каждый из нас имеет с Богом?» Я думаю, каждый из нас задумался насчет этого и сам себе задал этот вопрос. Друзья, если сегодня я имею прекрасное отношение с Ним, или если я имею с Ним нехорошее отношение, оно будет иметь большое влияние на какую жизнь сегодня я буду жить. Принцип очень простой. Мои отношения с Ним, моя близость с Ним будет иметь огромнейшую, огромнейшую влияние на жизнь, которую я буду проживать на этой земле. Давайте сейчас зададим себе вопрос, «Какие отношения сегодня я имею с моим великим Творцом через Сына Его, Иисуса Христа?» Вы знаете, что многие люди ответили бы на этот вопрос, «Как же я могу иметь какие-то отношения с Богом, если Он есть Бог величайший, Он есть Бог святой, Он есть Бог, который находится там в небесах, а я грешный человек, который нахожусь здесь?» Но, дорогой друг, я хочу сказать, что иметь отношения, близкие взаимоотношения с Богом не только возможно, но это является воля Божья, чтобы каждый из нас имел близкие взаимоотношения с Ним. Давайте обратимся сейчас к Ветхий Завет, Псалом 62. Если есть какой-то человек в Ветхом Завете, который имел близкие отношения с Богом, это был Давид. Конечно же, он не был идеален, он был грешен, как и мы. Но, дорогие друзья, я хочу обратить внимание на его сердце и то, какое изменение произошло в его сердце и в его жизни посредством того, что имел близкие отношения с Богом. Давайте прочитаем 62 главу, 62 Псалом. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя В земле пустой и сохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, Во имя Твое вознесу руки мои, Как туком и елеем насыщается душа моя, И радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, Когда я воспоминаю о Тебе на постели моей, Размышляю о Тебе в ночи, в ночные стражи, Ибо Ты – помощь моя, И в тени крыл Твоих возрадуюсь я, К Тебе прилепилась душа моя, Десница Твоя поддерживает меня». Дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание На сердце Давида. Он тут пишет, говоря, что «от ранней зари ищу Тебя». Тебя жаждет душа моя, «По Тебе томится плоть моя». Дорогие друзья, Какое сердце имеет Давид? Он жаждет Бога, Он жаждет по Богу. Дорогие друзья, задумаемся о себе сегодня. Мы сегодня можем ли сказать, Что я жажду Бога? Ты сегодня можешь ли сказать, Что самое большое, Самое главное то, Что ты хотел бы в твоей жизни, Это иметь близость с Богом? Сегодня мы могли бы сказать, Что самое важное в моей жизни Это иметь хорошие, близкие, Личные взаимоотношения с Богом. Дорогие друзья, В этом мире есть верующие и неверующие люди. И у каждого человека, Несмотря, если он верующий или неверующий, У него есть отношение к Богу. Трудно сказать, Что у него есть отношение с Богом, Но у него есть отношение к Богу. Бог создал все. Бог создал всю эту вселенную. Он создал всех людей, Все живое на этой земле. Бог есть тот, Который правит этим миром. Бог есть тот, Который создал весь этот мир для своей славы. И он придет судить этот мир. И нету разницы, Верит человек в него или нет, Он все равно предстанет перед ним. Но, дорогие друзья, Мы есть верующие люди. И если ты сегодня являешься верующим человеком, Ты имеешь особые отношения с Богом. Дорогие друзья, это очень важно. Мы, как христиане, Которые осознали, Что сами победить грех не можем. Поэтому пришел Христос. Он пришел, чтобы победить грех И заплатить за грех сполна. И поэтому сегодня, Дорогие друзья, Мы имеем Иисуса Христа, Который, отдавший свою жизнь для нас, Оправдавший нас, И дал нам вход в небо. И поэтому сегодня, дорогие друзья, Мы имеем свободный ход в небо. Поэтому сегодня мы имеем Особые отношения, Взаимоотношения с нашим Богом. Слава Ему за это. Дорогие друзья, Почему мы имеем Эти особые отношения с Богом? Во-первых, потому что Он простил нас. Он простил нам, пострадавши там на кресте. Он искупил нас. Он купил нас очень дорогую ценою. Он заплатил за нашу свою драгоценную кровью там на кресте. Было заплачено. Он там на кресте нас оправдал. Что значит быть оправданными? Если мы оправданы, Значит, что сегодня Бог смотрит на тебя и говорит, Что ты невиновен, невиновен, невиновен. И по одной только причине. Потому что Иисус Христос, Он оправдал тебя и меня, Пострадавший там на кресте. Слава Ему за это. Дорогие друзья, еще одно. Каждый из нас сегодня имеет примирение с Богом. Мы примирены посредству Его крови. Посредству Его страданий. Посредству Его подвига. И это драгоценной цены, Которая была там пролита на кресте. И поэтому сегодня мы, Раньше бывшие врагами, Бывшими, не имея никакого отношения к Богу, Теперь посредству Иисуса Христа Мы оправданы и примирены с Богом. Написано, что Быв отчужденными и врагами, Он примирил в теле плоть Его, Смертью Его, Чтобы представить вас Святыми и непорочными Слава Богу за это. Дорогие друзья, Этот лист может продолжаться очень долго. Мы являемся дети Его. Господь послал Духа Своего Святого, Чтобы в нашей жизни направлять нас, Учить нас И вести каждого из нас. Мы имеем небо, Куда мы стремимся. Каждый из нас, Мы являемся детьми Божьими. И есть длительный лист причин, Почему сегодня мы имеем Особое отношение к Богу. У нас есть особые взаимоотношения, Которые каждый из нас должен иметь с нашим отцом. Но, дорогие друзья, Сегодня я также должен сказать О категории людей, Которые не имеют Близких отношений с Богом, Но они имеют далекие отношения с Богом. Это те же люди, Которые могут иметь эти особенные отношения с Богом, Но они не решили жить свою жизнь вдали от Бога. Это люди, Которые приходят в церковь иногда, Не всегда, Хотя и могут. Это люди, Которые молятся, Но молятся, Когда в дверь стучится какая-то беда, Или когда какие-то трудности, Или когда что-то происходит, Что начинает беспокоить наши сердца. Это люди, Которые приходят в церковь И дают пожертвования сразу на раз. Но есть какая-то дистанция, Есть какой-то отрыв между Богом и человеком, Нету этой близости. Дорогие друзья, Где сегодня мы находим себя? Какие сегодня близкие отношения имею я с самим Отцом? Бог нам сказал свою волю. Его воля, чтобы каждый из нас имел близкие отношения, Взаимоотношения с Ним. Потому что это Его воля. Он хочет проявить свою жизнь через тебя и в тебе. Дорогие друзья, это настолько важно. Какие сегодня отношения я имею с моим Отцом, Создателем всего мира, Создателем моей жизни, Отправившего свою кровь за тебя и за меня. Но сегодня, дорогой друг, Какие отношения твои к Нему? Вы знаете, если спросить этих людей, Которые отдалили Бога от себя, Какая у тебя молитвенная жизнь? Они ответят, У меня нету молитвенной жизни. Вы спросите у них, Как насчет твоих отношений с Богом? Отношения с Богом? Какие отношения с Богом? Вы спросите у них, Ты любишь Господа? Ну как, я христианин, я хожу в церковь. Дорогие друзья, Называться христианином и жить христианскую жизнь, Это совершенно две разные вещи. Но я сегодня хотел бы коснуться и больше всего, Это насчет сегодня, Где ты и я должны находиться, Это иметь эти близкие отношения, Не дальние отношения с Богом, Просто приходя к Нему, когда мне нужно, Когда мне трудно, Приходить в церковь, Просто когда-нибудь, Просто галочку какую-то поставить. Нет, иметь личные, близкие отношения С нашим Богом, Иисусом Христом. Дорогие друзья, Задумавшись об этом, Какая сегодня моя жизнь? Как сегодня я ее провожу не только в церкви, Но и там, когда я ухожу отсюда? Друзья, Бог хочет. Он сказал нам свою волю. Он хочет близких отношений с Собою. И теперь, дорогой друг, Я хочу посмотреть на свою жизнь. Обратившись обратно, Посмотрев на Давида, на его сердце, Когда он говорил, что Ищу тебя, жажду тебя, Томится плоть моя, Чтобы видеть силу и славу твою. Дорогой друг, Могу ли я сказать это о своей жизни? Послушай очень внимательно. Если мы не будем иметь близости с Богом, То мы проживем нашу жизнь, И мы пропустим, Мы пропустим всю цель того, Почему Господь поселил нас на эту планету, На эту землю. Дорогой друг, Если мы не будем иметь этой близости с Богом, Мы пропустим цель Бога для нас. Это важно. Сегодня, задумавшись о наших сердцах, О нашем внутреннем состоянии, Как я сегодня обращаюсь к нашему Богу? Сегодня я нахожусь, Действительно, такие у меня дальние отношения. Я принял Христа, да, Но я действительно так живу поверхностно, Мою христианскую жизнь, или нет? Дорогой друг, Давайте задумайся, Это касается каждого из нас. Господь послал своего сына, Отдал его, который пролил свою кровь. Огромная цена была заплачена за тебя. А сегодня я живу мою жизнь вдали от него. Как так? Может ли такое быть, Если я действительно любящий его сын? Могу ли я продолжать мою жизнь таким образом? Это очень важно. И если сегодня мы проживаем нашу жизнь, И никогда не создаем этих близких отношений с ним, Мы не только обманываем себя, Мы отдалились от Бога, И потеряли весь смысл того, Почему мы здесь живем, на этой планете. И теперь вопрос, который, наверное, Вы хотели бы задать. Как же я могу иметь эти близкие отношения С самим Богом? Дорогой друг, Библия очень прямо говорит об этом. Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим, Всей душою твоей, Всей крепостью твоей, Всем разумением твоим. Дорогой друг, Любишь ли ты его? Или сегодня, посмотрев на тебя, Никакой любви не видно? Всей крепостью, Всем умом, Всей силою твоей. Дорогой друг, Бог хочет близких отношений с ним. Он хочет, чтобы мы Ему доверяли. Вы знаете, Господь сделал Огромнейшее количество обещаний И обетований, которые Он дал Верующим в Него. Дорогие друзья, И Бог есть Тот, Который исполнит то, Что Он обещал. Он не такой, как человек. Люди часто, они говорят одно, А делают совсем другое. Но Бог сказал, что Я сделаю то, что Я обещал. Поэтому каждый из нас Мы должны доверять Богу. Вы знаете, если у вас есть Какие-то люди, С которыми вы работаете, Которым вы не доверяете, Ответьте. Можете ли вы иметь Хорошие, близкие взаимоотношения С ними? Если вы им не доверяете. Это невозможно. Если мы хотим сегодня Иметь близкие отношения С нашим Богом, Мы должны доверять нашему Богу. Он дал нам обещания, Обетования, которые Он исполнит. Его слово есть Да и Амин. Но сегодня, Какое отношение, Какие взаимоотношения Не имею я с моим Богом? Дорогие друзья, Просмотрим наши жизни. И, ну, превыше всего У каждого из нас Должна быть любовь к Нему. Давайте, Псалом 41-й говорит, Как лань Желает к потокам воды, Так желает душа моя К Тебе, Боже. Жаждет душа моя К Богу крепкому, живому, Когда приду и явлюсь Пред лицо Божие. Дорогие друзья, Вы слышите слова, Которые звучат. Это то, что в сердце находится. Дорогие друзья, Все, что находится в сердце, Оно выйдет. И тут пишется, Что как лань Желает потокам воды, Так желает душа моя К Тебе, о Боже. Дорогой человек, Это говорится О отношениях наших с Богом. Сегодня можешь ли ты сказать, Что я жажду Его? Сегодня можешь ли ты сказать, Что я сильно люблю Его? Написано, Что если любите, Соблюдите заповеди мои. И в другом переводе написано, Что если любите, То вы будете соблюдать заповеди мои. Дорогие друзья, Какая у нас есть любовь к нашему Богу? Любишь ли ты Его? Если ты Его любишь, Имей близкие отношения вместе с Ним. Неотдаленные, находя где-то там. Бог, да, Он где-то там. Он Бог великий, святой, И я не имею к Нему никакого прикосновения. Это не так, дорогие друзья. Бог хочет, И чтобы мы имели близкие, Прямые, личные отношения вместе с Ним. В нашей семейной жизни. В нашей жизни с другими людьми, С которыми мы сообщаемся. Это к любой части нашей жизни применяется. Вы знаете, Также мы должны читать Слово Его. Слово Его – это самое важное, То, что Бог оставил для каждого из нас. Читая Его Слово, мы понимаем Его характер. Мы понимаем то, что Он желает. Мы понимаем Его волю. Дорогие друзья, Слово Божье. Мы можем иметь все в нашей жизни. Мы можем иметь абсолютно все. Но если мы не имеем Слова Божьего в наших сердцах, Мы бедны. Мы ничего не имеем, дорогие друзья. Поэтому, дорогой друг, Если ты хочешь иметь близость с Богом, И я верю, что каждый из нас желает этого, Осознавая, что Господь хочет, Это Его желание, Это Его воля, Чтобы мы имели близость с Ним. Так если ты хочешь сегодня близости с Богом, Полюби Его. Если ты хочешь близости с Богом, Доверяйся Ему. Если ты хочешь близости с Богом, Общайся с Ним. Дорогие друзья, подумайте, Два влюбленных человека. Они настолько любят друг друга, Так влюблены в друг друга, Что они не могут дождаться, Чтобы встретиться друг с другом. Они ждут, чтобы услышать голос того другого человека. Они ждут, чтобы пообщаться. Все, они могут просто слушать. Дорогие друзья, как часто мы, Все, что мы можем, это слушать Господний голос. Мы вообще практикуем это в нашей жизни. Любишь ли ты Его? Люблю ли я Его? Желаю ли я общения с Ним? Доверяю ли я Его? Читаю ли я Его Слово? Молюсь ли я Его? Вы знаете, часто мы придумываем разные отговорки. Мы говорим, О, если бы у меня было больше времени, Я бы читал Слово Божие. Если бы у меня было больше времени, Я бы больше молился Ему. Дорогой друг, послушай. Что мы говорим? Как это я могу этому Богу, Который отдал себя за меня, Который пришел в мою жизнь сегодня, Как я Ему могу сказать, Боже, мне для Тебя нет времени. Дорогой друг, Какая это отговорка? Как я могу сказать самому Богу, Который отдал все, Ради того, чтобы сегодня я был примирен, Оправдан и искуплен. И я могу сказать, Господи, у меня нет времени для Тебя. Потому что я такой занятый. У меня так много дел. И то надо сделать и второе, и третье. Дорогие друзья, Если ты хочешь близости с Богом, Осознавая, что это является воля Божья, Мы должны прилагать усилия. Мы должны любить Его. Любить Его всем нашим сердцем, Всем нашим существом. Мы должны доверять Его В Его обещаниях и обетованиях, Которые Он дал нам. Мы должны молиться Ему. Мы должны читать Его Слово, Которое является самым драгоценным Словом, Которое Он оставил для каждого из нас. Открывая свою волю через это. И сейчас, дорогой друг, Осознай, Что мы являемся людьми, Которые не достойны ничего. Но Господь дал нам Свою милость. Давайте сейчас преклонимся пред Ним. И попросим прощения, Если мы находились вдали от Него. Потому что мы все желаем этой близости. Мы желаем, чтобы иметь Эти близкие взаимоотношения с Ним. И благословение придет на Твою семью. Придет на Ваши семьи. Придет в Ваши жизни, На Ваших детей. На наши жизни. Господь обещает людям, Которые любят Его, Благословлять их. Итак, дорогие друзья, Преклонимся пред Ним. И попросим, Чтобы Господь укрепил наши сердца Любить Его. Аминь. Продолжение следует...